О Великой Отечественной войне было написано множество книг, и множество книг было написано именно её очевидцами, непосредственными участниками событий. Но если спросить, какая книга о той войне самая честная, многие ветераны отвечали «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Он писал эту повесть в госпитале, куда уложил его немецкий снайпер в самом конце войны в 1944. Врач рекомендовал капитану Некрасову развивать мелкую моторику руки после ранения, рисовать или писать. Некрасов раздобыл несколько листов бумаги и карандаш. Сначала рисовал, а затем мелким почерком стал набрасывать записки о войне, постепенно из воспоминаний вырисовывались очертания книги. «Честные книги о войне без прикрас и политесов. Как было, так и писал». Писал, как жил, писал о прожитом, пережитом собственной душой. В 1946 году эта книга была опубликована. Посвященный читатель говорил «Да, именно так и было. Всё верно, молодец писатель». А это дорогого стоит. Врать о войне было нельзя, не по совести. В 1947 году Виктору Некрасову вручили за эту книгу сталинскую премию второй степени. Это было признание, которое дорогого стоило. И к драгоценным наградам, Ордену Красной Звезды, медали за отвагу, медали за оборону Сталинграда добавили сталинская лауреатская медаль и диплом грамота. Денежную же премию Некрасов отдал на приобретение колясок для инвалидов войны, а мог купить себе личный легковой автомобиль. И ещё была одна святая для бывшего капитана вещь, которой Некрасов дорожил. Это партийный билет. Он получил его на фронте в те дни, когда казалось, живым оттуда не вернётся никто. Но вернулись. И эта красная книжица лежала рядом с сердцем. Из воспоминаний кинорежиссёра и сценариста Евгения Лунгина. Все его поступки и заявления были открытыми. Он никогда не прятался, не писал анонимно, не прикрывался псевдонимами. В партию вступил в разгаре самых страшных боёв в Сталинграде. Как сказал его друг фронтовик, тогда это было равнозначно вступлению в смертники. И вот бывшие тыловики и штабисты, а то и люди, вовсе не нюхавшие пороха, запросто исключили его из партии. У него забрали даже медаль за оборону Сталинграда, которой он дорожил больше всех остальных наград, а их было немало. Правда, потом вернули. Очень сильное испытание. Бесследно оно не прошло. Некрасов был бунтарём против несправедливости. В 1947 году его избрали заместителем председателя правления Союза писателей Украинской ССР. Но вскоре с должности сняли. Отказывался участвовать в компаниях по борьбе с чем-либо. Был против любой компанейщины, тем более раздутой искусственно в угоду высокому руководству. В октябре 1959 года городское начальство Киева решило заровнять бульдозерами Бабий Яр и построить на месте этого оврага стадион и парк. Виктор Некрасов возмутился, как можно веселиться и играть в футбол в том месте, где были замучены тысячи человек. На этом месте должен быть памятник, мемориал. А в ответ его обвинили в том, что он устраивает сионистские сборища. Но всё равно памятник был установлен, а за писателем закрепилась репутация неудобного и склочного, да ещё и антисоветчика. Некрасов ездил в творческие поездки по странам Запада, посетил Францию, Бельгию, США, встречался с русскими и украинскими иммигрантами, свои впечатления опубликовал в журнале «Новый мир» за 1962 год. И опять описывал правду такой, какой он её видел. А его обвинили в низкопоклонстве перед Западом и в 1968 году влепили строгий выговор по партийной линии. Некрасов встречался с московскими правозащитниками, разговаривает с иностранцами, хранит дома самоздат. За писателем устанавливается наблюдение. Его квартира и телефон прослушиваются компетентными органами. Жучки стояли в электросчётчике и телефонной трубке. В квартире у Некрасова всегда было полно гостей. Некоторые из них завербованы КГБ и подробно докладывают содержание разговоров чекистами. Он принимает у себя академика Сахарова и его жену Елену Бонар. Он подписывает письма протеста против вторжения советских войск в Чехословакию и преследование украинского публициста Вячеслава Черновола. Все сообщения подшиваются в личное дело, а справки на основе этих материалов направляются первому секретарю Компартии УССР. И справки управления КГБ Украинской ССР, город Киев. Отрицательные моменты в поведении Некрасова вызваны отчасти тем, что в 1963 году он подвергался резкой критике за путевые очерки по обе стороны океана, что повлекло за собой устранение его от активного участия в творческом процессе. Некрасов характеризуется сотрудниками КГБ как морально разложившийся тип алкоголик, который окружил себя пьяницами и тунеядцами, а его квартира как перевалочный пункт для распространения политически вредных документов. За подобную деятельность любой диссидент подлежал обыску и аресту, но Некрасов – всемирно известный писатель, его книги переведены на 36 языков мира, напечатаны миллионы экземпляров, по его произведениям сняты кинофильмы «Солдаты» и «Город зажигает огни». В январе 1972 года прошли обыски и аресты среди киевских диссидентов, и сотрудники КГБ узнают, что Некрасов уничтожил часть хранящейся у себя запрещенной литературы, в том числе август 14-го Александра Солженицына и только один год Светланы Аллилуевой. С ним пытаются поговорить в кавычках «по-хорошему», неофициально. С ним беседуют сотрудники КГБ и просят выдать добровольно запрещенную и вредную литературу. Некрасов отдает им доктор Жевага Бориса Пастернака, в круге первом «Солженицына», «Воспоминания Надежды Мандельштам», «Новый класс», «Милована Джиллоса». Все эти книги напечатаны за рубежом на русском языке. Писатель утверждает, что приобрел их на толкучке в Москве у неизвестного гражданина. Казалось бы, инцидент улажен и Виктор Платонович должен исправиться. Но он продолжает принимать у себя гостей и вести с ними «вредные» разговоры. Некрасова исключают из партии и отменяют издание его двухтомника. После этого сотрудники КГБ отмечают в своих отчетах, что объект активизировал свою враждебную деятельность. Из отчетов оперативных сотрудников о беседах Некрасова с другими лицами. «Я чувствую мазохические чувства, когда беседую со своими так называемыми партийными следователями. Они добиваются от меня покаянного письма, но они его не дождутся, и я до конца жизни останусь на прежних позициях». 17 января 1974 года у Некрасова проводят обыск. Обыск длится 42 часа. Изъятая помещается в 7 мешков, протокол обыска насчитывает 61 страницу. У писателя изымают печатную машинку, книги, рукописи, дневники, фотографии, пластинки, награды. Пока шла процедура обыска, об этом заговорили на антисоветском BBC. Несмотря на предостережение сотрудников КГБ никому об обыске не рассказывать, Некрасов позвонил Сахарову и Войновичу. У писателя отключают телефон. И хотя выступить с публичным покаянием он отказался, арестовать Виктора Платоновича не осмелились. Это была слишком яркая личность, и без санкции самого генсека КГБшники были бессильны. 5 марта 1974 года он пишет открытое письмо Брежневу с жалобой на преследование и просьбой разрешить ему выезд за границу. Из обращения генеральному секретарю. Пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Не пасквили, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. В мае 1974 года Виктора Некрасова исключают из рядов Союза писателей УССР. Формулировка «опозорил высокое звание писателя своей антисоветской деятельностью и аморальным поведением». Летом 1974 года Некрасов и его жена Галина Базий обращаются в АВИР с просьбой разрешить им выезд в Швейцарию к дальнему родственнику на два года. Из отчета КГБ Украинской ССР. В контролировавшемся нами разговоре со Снегиревым, касаясь мотивов своего выезда за границу, Некрасов заявил, что он решился на этот шаг, так как считает, что лучше умереть от тоски по родине, чем от ненависти к ней. Выездные визы были получены. 12 сентября 1974 года супруги вылетели в Цюрих, где в аэропорту их встретил поэт-эмигрант Александр Галич. За границей Виктор Платонович сотрудничал с журналом «Континент» и радиостанции «Свобода». После извительной критики Некрасовым произведения Леонида Брежнева о войне «Малая земля» писатели лишили советского гражданства за деятельность, несовместимую с высоким званием гражданина СССР, а его книги изъяли из библиотек. В 1983 году стал гражданином Франции. В последние годы жил вместе с женой на площади Кеннеди в Ванве, пригороде Парижа. Последним крупным произведением писателя стала маленькая печальная повесть. Несмотря на все удары судьбы, Некрасов никого не винил. Нет, все сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуюсь. Но как я имею право жаловаться, если отрубив весь Сталинград от первого до последнего дня остался жив? И дошел до самой Польши и вернулся в родной Киев и обнял маму? Самым тяжелым днем за границей для Виктора Некрасова был День Победы. Писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев вспоминал. В этот день он бродил по Парижу в безуспешных поисках хотя бы одного русского, который бы воевал, чтобы с ним, а не одному, выпить рюмку водки. Виктора Платоновича Некрасова не стало 3 сентября 1987 года. На русском кладбище Сен-Женевье-де-Буа, где был похоронен писатель, в изголовье могилы установлена гранитная табличка с прикрепленным крупным снарядным осколком, подобранным Некрасовым в 1947 году на Мамаевом кургане, где он воевал в Сталинграде. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!